Девушки отдыхают Каково это быть главой такой большой семьи? Очень легко. Мы очень дружно с этими проблемами справляемся. Ну, не знаю, до что бы мы. Ну, наверное, без них бы и не смогли бы. В общем, чем больше детей, тем крепче ваша семья? Ну, наверное, да. И по-другому уже не сможем. А еще у семьи много дел, которые их объединяют. Сейчас, например, все очень ждут май и раскрывают секрет, почему. Это наш самый любимый месяц, когда мы уезжаем с города в деревню, удача эта наша. И там работаем. Мы выращиваем глубику всей семьей. Дружно собираем, разводим, зарабатываем. То есть ваше хобби, оно еще и приносит вам доход? Да. И не только. Еще и радость огромна, что у нас это все есть. И все, что мы этого достигли. Наше общение проходило дома у родителей Марины. В своей квартире пока ремонт. Кстати, жилье для многодетной семьи выделено государством. Государство дало очень много. Ну, по крайней мере, нашей семье. У нас прекрасная четырехкомнатная квартира. Новая, просторная, шикарная просто. Теперь у нас есть еще участок, на котором будет возводиться дом. Опять же, за средства государства. Ну, то есть там частично. Планируем. Планируем, да. Мы можем дать детям образование. Что касается возможности дать детям хорошее образование, о котором говорит Марина, то речь о семейном капитале. На него безродно вы получили право после рождения четвертого ребенка. Семейный капитал мы получили в 2015 году после рождения четвертого ребенка. Яна. На то время семейным капиталом можно было воспользоваться заблаговременно лишь на медицинские цели. Спасибо большое управлению нашего государства, что они все-таки разрешили пользоваться им и на другие цели. Можно воспользоваться на обучение и на строительство жилья. Ну, в случае, если мы нуждаемся. Мы нуждаемся. В обучении, в оплате за обучение мы тоже нуждаемся, потому что у нас сейчас обучается сын старше. На платном он. И это очень своевременно. Очень своевременно. Сам Егор, который сейчас учится в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, когда приезжает домой на выходные каникулы, всегда помогает родителям с младшими детьми. С удовольствием проводит с ними время и уверен, что его пример очень важен. Поэтому старается соответствовать. Очень весело, скучно. Никогда не бывает. Дети всегда, как мне кажется, берут пример с меня, чтобы ты там, допустим, на даче проехался, решил вспомнить молодость и проехаться на скейте. Они это увидели. Вау, Егор может кататься на скейте. Тоже становится на скейте. Давай учиться кататься. И немного важных цифр. В Гомельской области право на досрочное погашение семейного капитала предоставлено почти 4,5 тысячам семей. В рамках реализации программы «Семейный капитал» с 2020 года предусмотрено досрочное направление данных средств на улучшение жилищных условий, получение образования и медицинских услуг. И уже в прошлом году 90% семей использовали данные средства на улучшение жилищных условий. Остальные 10% потратили часть семейного капитала для получения медицинских услуг и на обучение. Марина Северьянова, Сергей Комков. Новости недели.